Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Глаголева, я руководитель Тревел Студии Чемодан и ведущая блога ВКонтакте Чемоданное настроение. Вообще, чем мы занимаемся в нашей Тревел Студии? Мы разрабатываем планы маршрутов разнообразных. Я учу о том, как спланировать свое путешествие, как бронировать жилье. И все это, конечно же, сделает, безусловно, бюджетно, делюсь разными лайфхаками своими. И, конечно же, мы в нашей Тревел Студии путешествуем. В связи с сегодняшней текущей ситуацией поехать куда-то за пределы Москвы, вообще за пределы нашей квартиры, оказалось невозможно. Но мы не отчаиваемся, и сегодня у нас необычное занятие. Сегодня у нас онлайн-путешествие. Причем необычное онлайн-путешествие, а кулинарное. Вот, как вы видите, я нахожусь на своей собственной кухне, и сегодня мы с вами будем готовить что-то интересное. В какую же страну мы отправимся? Отправимся мы в Литву. На самом деле, с 1 по 5 мая мы должны были с Тревел Студии Чемодан ехать в Литву. То есть, уже куплены были билеты, уже забронирован отель, но, к сожалению, текущая ситуация вмешалась. Но, тем не менее, мы все равно не отчаиваемся. И немножко я вам расскажу про Литву. На самом деле, я Литву обожаю просто. Это такая классная страна. Во-первых, она находится близко. Ты можешь быстро достаточно доехать за 12 часов на машине, либо на поезде также точно часов за 12 ты доезжаешь до Вильнюса. Причем до Вильнюса можно доехать вполне себе бюджетно. И об этом я как-нибудь вам расскажу. Но многие, наверное, знают, что на Калининградском поезде можно доехать до Вильнюса всего лишь не за 5 тысяч, так как стоят билеты на РЖД, а всего лишь тысячи за 2. Я думаю, что это будет очень актуально тогда, когда нам откроют границы. И как раз я здесь вам приготовила один из лайфхаков тоже, когда вы приезжаете в какую-то либо другую страну, либо в другую, в какой-то город, с которым хотите познакомиться. В первую очередь, нужно идти в инфоцентр, где вы можете взять бесплатно карты, бесплатно путеводители. Вот это один из... То есть несколько я вам приготовила. На самом деле, их очень много. Вот такой вот это. О том, как... Вот люди, видите, изображены здесь на лодочках, о том, как на байдарках здесь можно путешествовать проактивно. Вот здесь написано сразу на нескольких языках, вот в том числе и на русском. Вот это такой красивый путеводитель. Тоже совершенно бесплатно можно взять. Это о Курской косе, которая на Балтийском море находится. Тоже удивительное, потрясающее место. Я Литву обожаю. Мы там были несколько раз. И там действительно есть что посмотреть. Начнем с Вильнюса. То есть это столица. Там можно погулять. Старый город очень красивый. Республика Ужупис. Республика творческих людей. Отдельное государство в государстве. Из Вильнюса также можно съездить в Тракай. Это замок тоже очень красивый. Там были зимой, весной были как-то раз. Недалеко, в 70 километрах от Вильнюса, находится Друскиненкай. Город-курорт, в котором потрясающий аквапарк. Ну и вообще очень хороший городок такой. Каунас. Тоже красивый старый город. Немножко отличается он от Вильнюса. От Каунаса дальше, если ехать по железной дороге, это Клайпеда. Это уже море, это уже побережье. Там можно и на лето поехать отдохнуть. Рядом Паланга, курортный город. От Клайпеда можно на пароме добраться до Курской косы, до Неринги. Вот как раз путеводитель, с которой я вам показывала уже. Вернуться можно через Шельчиненка и посмотреть в гору Крестов. На самом деле очень интересная республика, очень доброжелательные люди. И, конечно же, не можем мы обойти вниманием и кухню. Такая достаточно своеобразная и есть у них национальная кухня. Основу кухни Литвы составляет картошка, конечно же. Так как близко и к Беларуси близко. В Беларуси, как вы знаете, драники. А здесь у них цепелины, так называемые. Это совсем не драники, это такие, как картофельные котлеты внутри с начинкой. Честно говоря, мне они по вкусу не очень нравятся. Но они очень сытные, внутри они начиняются либо творогом, либо каким-то мясным фаршем. И, в принципе, можно попробовать в ресторанах национальной кухни. Чем я еще люблю Литву, там вполне себе бюджетно. То есть, так как мы про бюджетные путешествия, то, например, на четверых в ресторане, не просто в кафе с подносиками, а именно в ресторане, можно поесть, ну, например, на 40 евро. Первый, второй, третий компот национальной кухни объестся вот так. Следующее блюдо, которое обязательно нужно привезти с собой из Литвы, они там продаются в магазинах, это национальный пирог Шакотис. На самом деле он не супервкусный, но нужно обязательно посмотреть, загуглить в интернете, посмотрите о том, как он готовится. То есть, берется тесто, тесто похоже на бисквит. То есть, там большое количество яйца, там много муки, ну, сахар, наверное. Но как он готовится? Его готовят на вертеле. То есть, вот такой вертел, и туда, значит, льется вот это тесто, вертел вращается на открытом огне. И таким образом он застывает в форме елочки неровных краев. И внутри он делается слоями, потому что каждый слой, вот когда они вот это вот запекают, он обжаривается. Он очень своеобразный, и обязательно нужно, когда поедете в Литву, обязательно или кусок шакотис, или целый шакотис. Они там разные бывают, где-то поменьше, побольше. В магазинах продаются обязательно, нужно с собой провести. И блюдо, которое сегодня мы с вами будем готовить, это литовский борщ холодник или холодник. Его основу состоят свекла и огурцы, обычные, не соленые. Также туда кладется достаточно много укропа. Укропа прям нужно щедро, большую пачку, большую брать, значит. Также туда входит еще картошка. Картошку, как правило, они варят в мундире, но в данном случае у вас картошка старая, поэтому я ее просто почистила и сварила. И так же туда идут яйца. Ну и, конечно же, это кефир. И посолить надо эту соль. Чем хорош холодник? Тем, что можно заготовить впрок. То есть он готовится, в принципе, недолго, но если вы его заготавливаете, немножко маринуете свеклу, то потом буквально 5 минут, и у вас уже на столе вот такой холодный вкусный борщ. С чего мы начинаем? Мы берем большую миску, берем мы терку и трем просто-напросто всю свеклу. Свеклу, естественно, нужно предварительно сварить. После свеклы у нас идет огурец. Тоже трем и вводим сюда на крупной терке. Пропорции примерно половина огурца, половина свеклы я делаю всегда на глаз. Ну вот, в принципе, мы потерли свеклу, мы потерли огурец. Следующие режем укроп. Так как профессиональные повара я резать не умею, поэтому... Как получается? Простите. Добавляем сюда, в эту же миску, укроп. И, по идее, наша основа готова. Теперь ее нужно только замариновать. Значит, мы добавляем сюда соль. У меня есть также яблочный уксус, потому что нужна кислота сюда, чтобы замариновать. Ну и, в принципе, и все. Теперь мы это перемешиваем. И получается такая маринованная смесь для холодника, которую, в принципе... Почему я в такой большой миске делаю? Можно ее потом закрыть крышкой или переложить в какой-то контейнер с крышкой и хранить. До недели эта смесь хранится. И потом каждый день просто ты ложкой кладешь себе в тарелку и делаешь просто порционно вот такое вот блюдо. Есть люди, например, дети мои, они не любят холодник. Они делают из него просто салат. То есть, кладешь в тарелку, приправляешь или майонезом, можно чеснока добавить, и получается салат. Почему бы и нет? Вот два в одном сразу. Перемешали. Вот он у нас получился. Вот мы сделали заготовку для холодника. Можно ее в стороночку оставить, чтобы она немножко подмариновалась. Теперь мы переходим к картошке. У меня здесь картошки много. По сути, ее нужно, конечно же, поменьше. Ну, гулять так гулять. Я уже сразу наварила побольше. А так на одну порцию достаточно одной или даже половины картошки. Берем доску. Картошку нужно порезать. Так, достаточно толстыми ломтями мы ее режем. Литовцы вообще пополам режут. Потому что картошка кладется как прикус, как к этому блюду не подается хлеб. Хотя те, кто любит, могут взять. Вместо хлеба подается картошка. Мы будем ее сейчас обжаривать на сковороде, на сливочном масле. Сковорода у нас прокалилась. Кладем в сливочное масло. Вот такой прям щедрый кусок. Масло, кстати, это Вологодское. Мы привезли его из Вологды. Когда последний раз там были. На самом деле, не скажешь, оно прям супер отличается. Но как бы Вологодское масло прикольно. И теперь наши толстые куски картошки мы обжариваем на сливочном масле до золотистой корочки. Пока наша картошка обжаривается сейчас на сковороде, мы дальше потихонечку перейдем опять к холоднику. И будем уже окончательно собирать блюдо. У нас замариновалась здесь наша смесь. Кладем. Берем тарелочку, я уже заранее взяла. Ложки 3. Вот у меня на такую тарелку, у меня ложки 3, наверное, уходит. Там потом еще будет картошка и яйца. Берем кефир и заливаем данную смесь кефиром. Перемешиваем. Вот такого она красивого розового цвета становится. Можно попробовать, если не хватает соли, то еще подсолить. Эта смесь вообще, этот суп любит, чтобы он был такой достаточно соленый. Получился вот такой розовый красивый холодный суп. И предпоследний штрих мы кладем вот так, берем яйцо, наполам разрезаем. Можно две половинки положить. И вот так сверху кладем 2 яичка. Можно еще сверху присыпать укропом. Я, к сожалению, весь укроп порезала вот сюда в смесь, у меня присыпать нечем. И последний штрих. Мы берем нашу картошку, снимаем ее со сковородки. Вот смотрите, какая красивая получается, такая прям румяненькая. Кладем вот сюда на тарелочку несколько картофелин. Кусочек укропа нашего типа украсим. Лучше, конечно, украсить нормально. Вот в результате у нас получилось вот такое блюдо. Пожалуйста, готовьте, пробуйте. А в ближайшее время будет несколько видео еще. Мы с вами совершим онлайн-путешествие в другие страны. Я расскажу вам про блюда, кухонь других народов и других стран. Так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик. С вами была Ольга Злагольева, руководитель Требл Студии Чемодан. Пока!